и вот такой небольшой перекусик блюдо, которое в предыдущем видео я показывала это быстрая закуска из сала я, например, очень люблю горчицу с детства, это меня дедушка приучил я даже еще, может быть, в школу не ходила а он меня заставил съесть кусочек хлебушка с горчицей с борщом и я съела, и мне так понравилось и потом я почитала, оказывается, горчица она, в общем-то, полезная помогает переваривать пищу так, и вот, что у меня получилось это мой деликатес, этот из сала я его завернула вот так колбаской и он лежал в холодильнике и сейчас я прямо на хлебушек выдавлю горчички вот так прямо вот так ну, как обычно размазываем так, как бутербродик по всему хлебушку она сейчас впитается там в хлеб ее и незаметно будет и сверху режем наши сальцы перекрученные на мясорубке с чесноком вот оно сейчас замерзло ну, вот так толстовато, но ничего главное, не маловато это, конечно, очень даже хорошая закуска под водочку но водочки сегодня нет и когда подтает это наша закуска на хлебушке тогда можно ее так размазать как бутерброд ну, вот это я, наверное, даже многовато можно было и одну колясочку но я две хочу вот и если одну, то можно размазать на весь бутерброд и будет очень вкусно и сытно попробуем нежно, вкусно чесночок чувствуется очень даже хороший перекусик было очень вкусно и, кстати, я забыла рассказать про очень важный момент про сали сало между прочим помогает от аллергии вот у моей Лены у дочки в детстве была аллергия на различные консерванты вот эти когда они в моде пошли там в каком-то в восемьдесят восьмом восемьдесят девятый год вот у нее была аллергия и я вычитала что от аллергии нужно жевать вот кусочек сала ну, хотя бы раз два в день и вот я и отрезала просто кусочек сала без шкурочки такое всю соль смахну без чеснока без всего и вот заставляла ее съедать она съедала этот кусочек сала и, в общем-то, аллергия у нее потом не стало вот ну, об этом, наверное, можно в интернете тоже эту информацию найти но я помню мы салом лечились от аллергии я помню в детстве ну, она особо не болела у меня Лена и мы лечились вот аллергию мы лечили салом я уже сказала насморк мы лечили если такой простудный никакой температуры нету то мы чесноком лечили нюхали чеснок она ложилась спать я ей нарезала вокруг подушки чеснок и вот она в этом запахе спала и насморк проходил у нее день-два и все а сейчас детям какие-то специальные какие-то отсосы продают в аптеках эти сопельки отсасывают ну какие там летом у ребенка сопли я не понимаю вообще вот не знаю и в крайнем случае если уже так прям нос забить чтобы его пробить у нас была такая синяя лампа такое приспособление там вкручена лампой такая как дуршлаг вот в розетку включали синюю лампу я ей грела синий лампы как бы нос и все мы так лечились если горло у нее болело это я тоже в книжке народной медицины вычитала там было написано пожевать кусочек лимона с цедрой вот и она ела лимон и я ей отрезала кусочек говорю Лена или вот таблетки к врачу пойдем или кусочек лимона ты съешь она выбирала кусочек лимона и у нее и как бы горло проходило от этого она выздоравливала так что вот три такие получается простых рецепта от насморка запах чеснока можно бусики сделать такие из чеснока повесить на шее ребенку или я его делала например в марлечку нарежу мелко чеснока завяжу в узелок вот так вот также на бинтик вешала ей на шею и вот этот у нее как кулончик висел а там запах чеснока в нос и очень помогает вот желаю всем крепкого здоровья меньше пить таблеток и лечиться такими домашними инородными средствами и еще если вы чувствуете простыли тоже самый простой вот способ пришли насыпали горчицы порошок прямо в чашку я вот помню в детстве мы тоже периодически парили мы особо не болели но если что прямо мама насыпет чашку горчицы и горячей воды сидим ноги парим из чайника прям воду кипяток подливаем ну так что терпимо было вот и все а сейчас ой каких только нет лекарств все всем пока и крепкого здоровья я и не керпим и не керпим был в в автомобиле в смеем нам